Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Их служба и опасные трудна. Самарские кинологи готовятся встретить Новый год на работе. Финансовый год завершается. Городская дума согласовала изменения в бюджете 2017. Работа под напряжением. Как трудятся сотрудники ТТУ в зимних условиях. Премьера клипа и новый проект телеканала «Самара ГИС» в новогоднюю ночь. Репортаж из-за кулисья. Новый год к нам мчится. Возле елки на телеканале «Самара ГИС» собрались дети сотрудников. Их служба и опасные трудна. Самарские кинологи, год собаки, вместе со своими верными четвероногими друзьями, будут встречать на дежурстве. Андрей Горгуленко познакомился с теми, для кого каждый массовый праздник – это работа. Несмотря на свой солидный для служебной собаки возраст 8 лет, Гера очень активна. Она обучена искать взрывчатые вещества. Со своим напарником Сергеем Юдаковым они лучшие друзья уже 6 лет. За это время, признается кинолог, еще не было проблемных случаев, хотя вместе были в командировках в разных городах, в том числе и в Чечне. У себя в бригаде собак, которые приучены искать взрывчатку, называют ласково – кошками, потому что они гораздо дружелюбнее тех четвероногих друзей, которые работают при задержании. Мы их у себя называем кошками, потому что ласковые, добрые, детей любят. Мы же работаем в скоплении народа, где дети могут быть. Они должны быть не агрессивные, а то мало постоянно в намордники ходить. А мы среди людей ходим. Несмотря на то, что новый 2018 год будет годом собаки, свой праздник Гера будет встречать на дежурстве, чтобы обеспечивать покой граждан, которые придут на площадь Куйбышева. Как и на любом массовом мероприятии, у кинологов уже есть отработанная схема. Сначала они вместе с собаками осматривают всю территорию, после чего выставляются ограждения и кордоны. Затем они джурят у входа на пропускных пунктах. Чтобы собаки не замерзли, смену наряда проводят каждые час-два. В зависимости от погоды. Кинологи на входе стоят для подстраховки и действуют только при необходимости. Каждого досматривать, сами понимаете, это вот именно подозрительное что-то, да, если есть у человека в пакете, в сумке, в ручной кладе, да, там что-то с собой такое, и сотрудникам не понравилось что-то подозрительное, тогда уже применяемся мы. Но так мы находимся рядом, всегда под контролем. И все равно в новогоднюю ночь собаки, вне зависимости от дежурства, получат особое лакомство и даже игрушку в подарок. Весь целый 18-й год будет проходить под их именем. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Мужество и отвага. Самарских спасателей поздравили с наступающим профессиональным праздником. Традиционно в конце декабря сотрудники МЧС отмечают День спасателя, подводят итоги уходящего года, награждают особо отличившихся. В этом году есть чем гордиться. Снизилось число пожаров и погибших от огня. Появилась новая техника и снаряжение. На праздники побывала Олеся Корецкая. Они всегда там, где беда. Но сегодня в зале окружного дома офицеров можно ненадолго расслабиться. Самарские пожарные и спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником. Профессоры спасатели сегодня одна из самых необходимых, уважаемых и благородных. Вы зачастую рискуете своими жизнями ради исполнения своего служебного долга спасения жизни других. Я горжусь своим личным составом, который выполняет задачи на территории Самарской области, не щадя ни себя, ни своих сил, ни своего личного времени, делая все для того, чтобы жители Самарской области чувствовали себя комфортно, чувствовали себя в безопасности и были защищены от чрезвычайных ситуаций. Лучшие заслуженные спасатели и работники пожарной охраны получают награды от областного правительства, губернской думы и Министерства чрезвычайных ситуаций. Анна Третьякова работает в ГИМСе. Под ее руководством спасатели следят за безопасностью людей на воде круглый год. Работать тяжело, но интересно. Я люблю свою работу. Ответственность за людей. Наш отдел отвечает за безопасность людей на водных объектах. Вот сейчас начались рыбаки, которые выходят на неокрепший лед. Это все наши подопечные, можно так сказать. В этом году у спасателей есть повод для гордости. Снизилось число пожаров. На треть стало меньше жертв. Закупили новую технику – автомобили, снегоходы, мотоциклы и мотовездеходы. Получили новое оборудование и снаряжение. В следующем году ответственным масштабом страны и всего мира предстоит улучшить систему оповещения и комплексной безопасности. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Имя нового самарского городоначальника станет известно 26 декабря. На эту дату назначено голосование в городской думе. А сегодня в Самаре в очередной раз изменили бюджет 2017. В течение года поправки в главный финансовый документ города вносили 15 раз. В основном доходы казны увеличивались за счет поступления из вышестоящих бюджетов. Итоговые цифры изучил Олег Зверев. 282 тысячи рублей на обустройство музея Эльдара Рязанова. Деньги в виде добровольного пожертвования поступили в бюджет Самары от частного лица. Сегодня депутаты снова поправили параметры главного финансового документа. Плюс почти 33 миллиона рублей. Были учтены субсидии на повышение зарплаты бюджетникам, выплаты молодым педагогам и приемным родителям. Деньги на поддержку театров и жилье для ветеранов. В результате расходы года составили 28 миллиардов 245,5 миллионов рублей. Это главный финансовый документ города и 15 раз мы вносим в него изменения. То есть это такой динамичный процесс, который отслеживает фактически все поступления, все доходы, изменения распределения, которые происходят для организации эффективной работы всего городского сообщества. Кроме того, деньги перераспределены внутри городской казны, на субсидии транспортным предприятиям и с финансированием поступлений из областного бюджета. В целом бюджет сохранил социальную направленность. Когда бюджет принимался, было абсолютно очевидно для всех, что социально ориентированный бюджет. По итогам года можно сказать, что три основных направления. Это благоустройство, дорожное хозяйство и решение проблем с отселением из аварийного жилья. Серьезные средства были направлены на эти статьи расхода. Они же предусмотрены по этим статьям расхода в бюджете 2018 года. И сегодня же депутаты утвердили дату заседания, на котором будет утверждена кандидатура нового главы Самары. Конкурсная комиссия завершила работу. Имя избранника мы узнаем 26 декабря. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Сегодня в России День энергетика. Это профессиональный праздник для миллионов сотрудников отрасли, в том числе и городского электротранспорта. Муниципальное предприятие Самары ТТУ в зимний период работает в особом режиме. Погодные условия и снежные заносы требуют бдительности и на дороге, и на электроподстанции. Тяговые подстанции ТТУ с наступлением холодов переходят на усиленный режим работы. Напряжение, которое подается в городскую транспортную сеть, 600 вольт. А вот нагрузка зимой увеличивается. Больше пробок, значит троллейбусы и трамваи потребляют больше электричества. Кроме того, в салоне должно быть тепло, тоже за счет нагрузки на провода. Зимний период отличается тем, что погодные условия бывают переменчивые, и не всегда мы ожидаем ту погоду, которая является. Бывает и обледенение проводов, когда как раз мы электромонтеры контактной сети, у нас работают в более напряженном режиме, чтобы не почувствовал город те проблемы, которые возникают в эти периоды. Гаечный ключ, отвертки, резиновые перчатки. Ремонтная бригада готова выехать на место ЧП в любой момент. Более 300 километров контактной сети должны содержаться в идеальном состоянии, в случае чего повреждения устраняются в считанные часы. На зимний режим переводятся и сами машины. Троллейбусы ездят на всесезонной резине. Все остальное требует перезагрузки. Перед каждым зимним или летним периодом проводится сезонная подготовка транспорта. То есть проверка пневмосистемы, гидравлической. Все машины проходят техобслуживание, сезонные в том числе. С наступлением зимы особо важным становится вопрос очистки трамвайных путей от снега. Машины, на которых ведут уборку в Самаре, уникальные. Эти спецвагоны выпуска 50-х годов прошлого века перемещаются со скоростью 5 километров в час. И, как правило, по ночам, чтобы утром трамваи могли свободно выйти на линию. Для безопасности это очень важно, потому что если снег превратится в наличие, то может пройти сход вагона. И если снега будет слишком много, то может не быть контакта между колесами и рельсами. Соответственно, не будет движения трамвая. Работа под напряжением, так говорят о буднях сотрудников ТТУ. Диспетчеры постоянно держат руку на пульте транспортных артерий города. Все для того, чтобы в любой мороз или снегопад сотни тысяч пассажиров могли без проблем воспользоваться комфортным и самым экологически чистым видом транспорта. Олег Зверев, Станислав Левин. События. В Самаре составили рейтинг самых популярных моделей машин. Какие автомобили чаще всего покупают горожане, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В конце рабочей недели цены на нефть продолжают расти. За баррель марки Brent сегодня дают 64 доллара 80 центов. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 58 рублей 31 копейка. Евро 69 рублей 12 копеек. Золото стоит 2383 рубля. Серебро 30 рублей 47 копеек. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 50 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей. Криптовалюта продолжает терять в цене. Курс биткоина упал уже на 15 процентов и опустился до 13 тысяч долларов. Лекарства можно будет купить в супермаркетах. Минпромторг подготовил законопроект, который разрешает магазинам продавать простые препараты. Например, такие как аспирин, анальгин и активированный уголь. А в Самаре по итогам года самой популярной моделью машины остается «Лада Гранта». Продано больше 1200 штук. На втором месте рейтинга предпочтений водителей «Лада Веста». На третьем – «Ки Арио». На этом все. Удачи в делах! Год экологии подходит к концу. Время подводить итоги. Вместе с городской администрацией самарцы активно приводили в порядок дворы, улицы, парки, скверы, очищали Волжские берега. Особое внимание уделили очистке улиц от незаконных свалок и отлову бродячих животных. Как с этим справились и какие планы на следующий год – в нашем сюжете. В этом году самарцы активно помогали приводить в порядок город. Каждый второй участвовал в месячнике по благоустройству и городской акции «Поработал отдохни». В этом году навели порядок в парке «Воронежские озера». На это из городского бюджета направили 1 миллион рублей. В парке вывезли мусор, высадили липовую аллею, в озеро запустили мальков. Работали вместе с Русским географическим обществом. Соглашение о совместной работе с администрацией Самары было подписано в марте и стало первым опытом сотрудничества с органами власти. Отдельный вопрос – незаконные свалки. О них самарцы сообщали на сайте ОНФ на интерактивной карте. У нас люди неравнодушные. По городу Самаре я хочу сказать, что у нас лидером с положительным знаком является Советский район. Что должно появиться на месте свалки – детская площадка, ярмарка или стоянка – городские власти решают вместе с жителями. Во всех районах обещали ускорить темпы уборки. При этом отметили, что свалки часто образуются снова, потому что люди несут мусор туда, куда привыкли. Эта тенденция, к сожалению, сохраняется, что эти свалки образуются. И причина здесь, ряд причин – это недобросовестные предприниматели, которые не доводят эти отходы на места централизованного размещения отходов, то есть на полигоны. Это отсутствие где-то участия населения, культуры элементарно-экологической. Списки адресов, где необходимо убрать свалки, контролирует Департамент городского хозяйства. Сбор отходов становится более цивилизованным. В Чемпионату мира закупили 480 контейнеров по раздельному сбору мусора. Подводя итоги, эксперты положительно отозвались о программе «Цветущий город». В Самаре высадили 160 тысяч квадратных метров цветников, установили почти 40 топиарных фигур, высадили больше 6 тысяч деревьев, в том числе как часть всероссийской акции «Дерево Победы». В благоустройстве участвовали школьники, студенты, ветераны и общественные организации. Работа продолжится и в следующем году. 2018-й объявлен годом добровольца и волонтера. Олеся Корецкая, события. Премьера нового молодежного проекта на телеканале «Самара ГИС» пройдет в новогоднюю ночь. Песню для проекта написал самарский музыкант Борис Гри. А клип сейчас в работе. Со съемочной площадки репортаж Даниила Лучко. Этот клип Борис Гримм и его команда специально снимают для телеканала «Самара ГИС». В новогоднюю ночь на нашем канале состоится премьера нового молодежного проекта «Элеватор ТВ». Он будет вещать не только на территории губернии, но и во всем мире. «Элеватор ТВ» будет рассказывать о том, что действительно интересно самарской молодежи. Вообще мы хотим создать, грубо говоря, альтернативную, можно даже сказать, андеграундную площадку для творческих людей, где они все будут объединяться, создавать уникальные, потрясающие проекты и транслировать их в мир. То есть наша цель – объединить творческие группы и показать их. Наконец-таки мы собрали всех самарских музыкантов вместе. Они подружились, они с радостью приняли участие в этом проекте. Я считаю, что это хорошее начало, потому что субкультурный музыкальный мир в Самаре, он был разрозненный. Я надеюсь, что это будет таким неким толчком для нового общения, новых коллабораций между музыкантами. Песня называется «Новогодний маскарад». Идея снять клип родилась буквально в преддверии Нового года. Целиком песню записали за пять дней. Ролик снимают только в студии. Планируют уложиться в один день. Для массовки пригласили 20 самарских артистов. Это песня про сегодняшнее время, про нас, про сегодняшнего человека, который встречает новый 2018 год. Но для меня это некий срез сегодняшнего взрослого, ну не старого человека, который встречает Новый год. У него есть и радость, и печаль, и в то же время какие-то заботы. Но все равно это праздник светлый. «Элеватор ТВ» откроется клипом Бориса Грима. Затем будет эксклюзивный выпуск нового проекта. Все это можно увидеть на нашем телеканале «Самара Гиз». Даниил Лычко, Артем Сулайманов, События. Когда мама или папа работают на телевидении, новогодняя «Елка» проходит там же. В студии телеканала «Самара Гиз» для детей сотрудников был организован настоящий праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе с детьми читали стихи под «Елочкой» и водили хоровод и наши корреспонденты. Новогодний хоровод вокруг «Елки» вместе с главными символами праздника. Для того, чтобы получить подарок, конечно, нужно рассказать стихотворение. Дети вместе с родителями готовились к встрече. с Дедом Морозом, наряжались и учили новогодние поздравления. Такой праздник на «Самара Гиз» стал уже доброй традицией. И подрастая, все новые зайчики и снежинки оказываются в праздничной студии. Новый год, наверное, это такой праздник, который ждут и взрослые дети. Сегодня на телеканале «Самара Гиз» детям нашим подарили прекрасный праздник, прекрасную сказку. К детям пришла в гости сказка. Что же, всем хочется пожелать с наступающим Новым годом, здоровья самое главное и... С Новым годом! Ёлки, какие-то вообще детские праздники, если на телеканале будут проходить, это, конечно, нужно, потому что мы дружим. И если наши дети будут дружить, это, конечно, будет замечательно. Посмотреть, где работают родители, встретить волшебника, да еще и подарки получить. Новый год на «Самара Гиз» начался уже сегодня. А вместе с телекомпанией и во всей Самаре. Новый год – особый праздник. Этот праздник ни с чем не сравнить. Кто-то мудрый придумал когда-то в Новый год радость дарить. Радость встреч, улыбок общения, пожелания здоровья и сил, чтобы небо безоблачным было. А Дед Мороз каждый год приходил. Дорогие друзья, дорогие жители Самары, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья, успехов. И пусть вас окружают рядом близкие и верные друзья. С Новым годом! С наступающим! Добрые слова и возможность загадать самые заветные желания, прикоснувшись к волшебному посоху Деда Мороза. И обещание вернуться в следующем году. Олеся Корецкая, Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События. Чтобы было как по маслу, во всех районах Самары заливают катки. А пока физкультурники затачивают коньки, профессионалы добыли победу в ВХЛ. Что еще интересного в спорте произошло в конце недели, расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Катки заливают во всех районах областной столицы. Неожиданно победа военных летчиков высшей хоккейной лиги. Самарский боксер защитил титул чемпиона Европы. Боксер-профессионал Максим Власов накуутировал вакопитом Эрора из Намибии во время вечера бокса в Москве. Самарец одержал победу уже в первом раунде. В этом бою Власов защитил титул континентального чемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе. ЦИСК ВВС прервали серию задних поражений в высшей хоккейной лиге. Долгожданную победу в конце года они добыли в Кургане. Военные летчики по булитам выиграли у третьего номера чемпионата команды Пузауралья. Запах успеха самарская команда почувствовала в конце первого периода. Шайбу забросил Даниил Гореев. Хозяева отыгрались в начале второго. Счет 1-1 держался до конца основного времени. Не помог определить победителя и овертайм. Серия булитов получилась достаточно долгой. Только с 11-й попытки шайбу ворота за Урали отправил Андрей Феклистов 2-1. Победа ЦСК ВВС стала для команды первой с 15 октября. Летчики последние в ИХЛ. Лидер – питерская «Динамо». 118 катков откроются в этом году в Самаре. Больше всего их будет в промышленном районе 25 и всего один в Самарском. Некоторые из них уже залили, другие только планируют. Фигуристов, хоккеистов и просто физкультурников ледовые площадки ждут во дворах, возле учебных заведений, в парках и на набережной, на площади Куйбышева, в парке «Дружба» и на стадионе «Динамо». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 15 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и отличных выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По Новосадовой на участке от Полевой до Первомайской снова будет ходить общественный транспорт. На открытом недавно отрезке пойдут автобусы номер 23, 47, 50, 206 и 297 без заезда на проспект Ленина. На Новосадовой определили четыре остановки. Площадь сельского хозяйства, Первомайская, Осипенко, метро Алабинская и улицы Челюскинцев. Схема движения 2-го, 11-го и 92-го маршрутов не изменится. Они по-прежнему следуют по проспекту Ленина. У дома номер 11 по улице Калинина открылся двор после ремонта. Работы велись по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жители сами определили, что нужно сделать. Подали заявку, нарисовали проект, вместе с общественниками следили, как идут работы, носили замечания. Осенью здесь заменили асфальт на внутренних проездах, установили ограждение, новую игровую площадку, посадили 14 деревьев. Всего в промышленном районе в этом году отремонтировали 9 дворов. Программа благоустройства продолжится и в 2018-м. На площадке около музея Самара Космическая появится новая скульптура. Семь величайших деятелей космической отрасли. Дмитрий Козлов, Виктор Литвинов, Сергей Королев, Леонид Чеченя, Виктор Лукачев, Ростислав Зеленев, Валентин Блушко. Проект московского архитектора Салавата Щербакова признали лучшим на архитектурном конкурсе. Композицию планируют установить на площадке возле музея Самара Космическая. Она завершит комплекс вокруг. На территории также выполнят благоустройство и установят архитектурную подсветку. На Самарских улицах устанавливают новогодние украшения. На площади Куйбышева рядом с резиденцией Деда Мороза собрали конструкцию из трех елочных шаров. Высота каждого почти два метра. Основа игрушек сделана из металла. Вся конструкция обнесена забором, чтобы горожане не сломали украшения и не получили травмы. На улице Ленинградской установили несколько композиций. Новогодние часы, мишку с подарками, фатаранку. По всему городу оборудовали 10 световых фонтанов. На более чем сотни деревьев во всех районах развесили светодиодные гирлянды. Новогодняя иллюминация будет работать до конца каникул. Почти тысячу домов отремонтировали в Самарской области в этом году по программе капитального ремонта. Особое внимание перед чемпионатом уделили фасадам и крышам. Также в многоквартирных домах меняют лифты, устанавливают современные и безопасные кабины, обновляют машинное отделение. В ближайшие годы заменят лифты в 260 домах. Строительные и отделочные работы на стадионе Самара-Арена будут завершены в 2018 году. Соответствующее постановление приняли в областном правительстве. На окончание строительства направят еще 598 миллионов рублей. Сейчас на стадионе ведутся отделочные работы. В апреле планируется провести первый пробный матч. На «Жигулевской ГЭС» по программе модернизации установили 20 новых гидротурбин. Они более мощные, безопасные и экологичные. Сделаны из антикоррозийных металлов, работают без масла. Благодаря новым гидротурбинам мощность «Жигулевской ГЭС» увеличилась почти до 2,5 гигаватт. Модернизация электростанции стала частью большой программы по переустройству энергосистемы региона, в том числе и к чемпионату мира по футболу. Обновление продолжится и в следующем году. Предстоит заменить часть гидромеханического оборудования и системы автоматики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА